Весел солнце, когда перейдешь Да во все это вложено Кирова, Туча Денег, да Бамы параллельный импорт придумали Все готово, осталось Всем здравствуйте, я Дмитрий Хитрин Вы на канале Крепкий мужик Про мой канал, про тренировки Про питание, про здоровье в целом И сегодня про парную Мужскую и женскую тренировку Помогать мне сегодня будет Мой друг, моя коллега Фитнес-тренер Дарья Трофимова Даш, расскажи мне, что мы сегодня будем делать Что ты для нас придумала Всем привет, сегодня мы будем Работать с вами с трейкс-петлями У нас будет высокоинтенсивная Тренировка, направленная Не только на жиросжигание Но и на работу нашего мышечного Тонуса Мы просто изначально немножечко спорили Я говорил, давай что-нибудь на жиросжигание А Дашка говорит, давай на общий мышечный тонус Ну потому что я сейчас немножко сушусь Дашка сейчас немножко не сушится А у нее свои цели и задачи Поэтому мы решили вывести нечто среднее Между жиросжиганием и общим, так сказать, тонусом Дашка настояла, чтобы сегодня мы тренировались именно с петлями Дашка, почему именно этот инвентарь? Ну смотри, чуть недооцененный инвентарь вообще На самом деле очень много у него плюсов Потому что, во-первых, сразу понятно Компактный, легкий То есть везде можно его носить с собой Если захотели потренироваться Будет эта площадка, как мы сейчас Помещается буквально в мешочек Сложили, закинули в сумочку И пошли То есть будет эта площадка, как мы сейчас с тобой занимаемся Спортивная Будет это дома Захотел на дачу привезу, чтобы не пропускать Можно и в спортивном зале, без проблем Можно взять с собой тренажерный зал И как разминку использовать Да, но самое главное, он бюджетный То есть, в принципе, вы можете себе позволить любой Да, эти петли, вот оригинальные TRX Они стоят там от и до дофига А вот именно вот такие подвесные петли Любой может позволить себе купить в спортивных магазинах Стоят они от двух до трех тысяч Без проблем Идете, покупаете, складываете в мешочек И, собственно, у вас всегда с собой под рукой готовый спортзал На моем канале есть уже не одно видео с петлями TRX Ссылочки на эти видео я оставлю под роликом А сейчас мы с Дарьей, собственно, приступаем Работать мы будем сегодня В режиме full body То есть у нас будет многофункциональная тренировка На все тело Начнем мы снизу, проработаем ноги Ягодицы Ягодицы Перейдем наверх Будем работать спина, грудь, дельты Одним словом, сделаем все От ног до пресса и плеч Вперед! Приседания с поднятыми вверх руками Чем хорошо это упражнение? Здесь в работу включается все Не только ноги, но и мышцы спины, плеч и рук Причем нагрузка получается комбинированная, статодинамическая Ноги работают в динамике, а мышцы спины, плеч и рук в статическом режиме Это позволяет получить не только проработку мышц практически всего тела Но и очень хороший расход калорий Что в контексте определенных задач имеет не последнюю степень важности Выполняя это упражнение важно не виснуть на петлях Из-за чего вы рискуете моментально убить задние дельты Важно просто держать руками натяжку А вся основная работа делается ногами, как и в классических приседаниях Даш, что у нас будет вторым упражнением? Вторым упражнением у нас будут выпады С отведением ноги в сторону Работать будет у нас здесь не только ноги Основную часть мы задействуем это ягодичную Чтобы она у нас была круглая, как орех Даш, а как ты считаешь, у мужчины должна быть прокачана ягодичная мышца? Конечно Это не обязательно Или нам достаточно только бицепсов и дельт Да, такие ходите крупные, а внизу все висло Все висло, все тонко Поехали Собственно, работаем выпады Между собой мы эти выпады называем почему-то цаплей Ну, наверное, потому что мы здесь В верхней фазе выходим на одну ногу и стоим как цапельки Поехали На три-четыре, три-четыре, поехали В любой интерпретации выпады имеют очень хороший формирующий эффект для ягодичных мышц Конкретно этот вариант позволяет работать с разной степенью интенсивности благодаря тому, что мы держимся руками за петли и баланс тела удерживать довольно-таки легко Здесь даже если мы немного косячим с техникой, это не особо чревато каким-то негативным воздействием, что в свою очередь не дает вам права вытворять акробатические тюды Поэтому не ускоряемся Концентрация, концентрация и еще раз концентрация В верхней фазе поднимаем ногу, делая острый угол в коленном суставе и максимально тянем коленочку вверх Такое движение дает неплохую прожимку ягодичной мышцы Главное правильно подобрать темп, чтобы вам хватило дыхания на весь подход Руками за петлей старайтесь просто придерживаться, но не помогать ногам выполнять упражнения в полной мере Только если мышцы ног окончательно закислятся, с непривычки бывает и такое Вы можете немного помочь себе, дополнительно включив в работу руки Отлично! Мы сделали два упражнения на ножки Далее переходим к упражнениям на мышцы спины Даша, что мы будем делать? Сейчас мы будем подтягиваться Первый 15 раз мы сделаем узким хватом После этого сразу мы переходим на подтягивания с прямым хватом То есть у нас будет суперсет 15-20 повторений узкий параллельный хват Плюс 15-20 повторений прямым хватом Где угол плеча относительно корпуса 90 градусов И работаем! В подтягиваниях на петлях, как и в тягах на тренажерах Важно не ушатать руки, прежде чем нагрузка дойдет до мышц спины Поэтому просто беремся руками за петли и толкаем локти за спину В конечной фазе, сводя лопатки к низу Также здесь нужно понимать, что чем больше угол наклона тела, тем вам тяжелее делать упражнения Постарайтесь правильно отрегулировать нагрузку Чем дальше вы пройдете вперед, тем больше у вас будет угол наклона И тем сильнее будет нагрузка Если чувствуете, что не справляетесь на заданное количество повторений Просто сделайте пол шага, шаг назад Это позволит добить подход до конца Чем хорошо комбинирование двух видов подтягиваний в одном суперсете Тем, что это дает нам возможность проработать почти все мышцы спины Широчайшие, круглые, среднюю часть трапеции видно и так далее Трех подходов по 20 повторений вполне хватит для того, чтобы очень хорошо прочувствовать это упражнение Трапеции подосные и опять же задние дельтовидные мышцы Бицепс здесь не особо сильно напрягается А вот верхняя часть спины, ох, чувствуется очень хорошо, да, Даша? 23 не сделали Опять я болтаю У меня иногда начинает пробивать просто На разговор Да, речевой поток, который невозможно остановить Я начинаю просто бомбить все подряд, что идет из моей головы И не могу остановиться даже во время выполнения упражнения Может быть это хорошо, может быть это плохо Вы напишите в комментариях, как вы считаете, не слишком ли я многословен Хорошо Также сделаем 3 подхода И перейдем по 15-20 повторений Да, мы делаем по 15 повторений Но, если честно, мы с Дашкой, и я, и Дашка вчера жестко тренировались Поэтому мы сегодня не особо восстановлены Эту тренировку мы снимаем в большей степени для того, чтобы показать вам А не для того, чтобы потренить самим, собственно Ну, просто решили снять вот такое вот видео Да, что будет вторым упражнением на спину? Третьим упражнением на спину А, на спину второе, да Второе, ну там, собственно, у нас подтягивания Просто два вида в одном подходе Суперсетик Будем считать это одним упражнением Ну да Третье упражнение у нас пулловер Работаем на спину Выполняем также 15-20 повторений Ну, наверное, 20-25 Ну, сделаем 20 повторений Вот, и, собственно, опять же я буду делать, наверное, и болтать Да, как я люблю Все, поехали, работаем Пулловер очень хорошо растягивает мышцы спины Если мышцы наполнены, если мы перед этим делали на спину что-то еще, как в данном случае Растяжение чувствуется очень и очень хорошо Главное четко чувствовать, где заканчивается фаза растяжения мышц И вовремя перейти к позитивной фазе Чтобы нагрузка не ушла на плечевые суставы Что, в свою очередь, может привести к нежелательному негативному воздействию И тогда вместо желаемой пользы мы получим от упражнения только вред Поэтому в негативной фазе упражнения лучше чуть замедлиться Также следите за запястьями Они не должны заламываться во время выполнения самого упражнения Когда смотришь на нас, кажется, что это делать очень легко Но не забывайте, что мы, ребята, очень тренированы Вот И мы как бы адаптированы к этим нагрузкам И мы просто получаем удовольствие от этого Мы кайфуем Вот, я думаю, кайфанете и вы Главное, чаще смотрите видео на моем канале Куда я буду периодически приглашать эту суперспортивную, красивую девушку Вот И все у вас будет хорошо Не забывайте комментировать Не забывайте оставлять свое мнение Даша, скажи ты им тоже Ну и писать в ВК на онлайн-тренировки не забываем Писать в ВК на онлайн-тренировки Ссылку на ВК, на свой ВК и на Дашкин я оставлю под этим видео Так что заходите Let's go Пишите С ножками и спинками мы разобрались Переходим к верхнему плечевому поясу К мышцам груди Дарья, что мы будем делать с нашей грудью С нашими грудями Первое упражнение мы будем отжиматься И далее мы отходим чуть вперед Ну либо назад Каждый смотрит по своей уровне возможностей И разведение в стороны Разведение в стороны Мы это будем делать в суперсет Да, да, мы это сделаем без суперсетов Просто сначала сделаем отжимания Потом сделаем разводку Просто продвинутый уровень Это когда ты отжимаешься Потом следом делаешь разведение-сведение Но мы сегодня не будем особо сворачиваться Мы сделаем отдельное отжимание Отдельное разведение-сведение Давай, приступим Приступим В чем красота отжиманий на петлях В том, что упираясь в нестабильную поверхность Мы максимально задействуем большое количество мелких мышц Которые удерживают нас в балансе На первый взгляд может показаться Что это слишком легко Но даже бывалым жимовикам без привычки Здесь не сладко придется Если опустить петли вниз Это я вам как мастер спорта Пожиму лежа, говорю У меня, когда я первый раз отжимался на петлях Было ощущение, что я жму гантели на скамье Которая шатается Примерно так Если вы опустите максимально петли Но все равно вам покажется мало Вы можете в петли ставить ноги А руками опереться о пол И отжиматься Опять же Эти отжимания на моем канале есть Все ссылки Ссылки на все видео Работы с петлями Я оставлю внизу Под роликом Пройдете, посмотрите Там есть и отдельно тренировки на грудь Отдельно тренировки на пресс И отдельно тренировки Отдельно тренировки на ног Кстати, на ноги, кстати, нету Но обещаю в скором времени Я сниму Может быть мы даже с Дашкой Это и сделаем Отдельно тренировку ног Такую убойную тренировку на петлях Даш, как? Как твои мышцы поживают? Огонь уже грудную чувствую Как думаешь, сколько калорий мы сегодня сожжем? Калорий 500-600? 500-600 точно будет Еще дает себе знать солнце Вода-то выходит Солнышко, жаришко, да Но я хочу сказать Что почему я люблю Вот конкретно это место Позади нас Волга И оттуда даже в самую лютую жаришку Дует все-таки какой-то прохладой И нету вот этого вот Палящего зноя Даже учитывая то, что сейчас Градусов так 30, да? Ну 30 ель Мы вполне себе комфортно себя чувствуем Даже, как видите, не особо взмокли Хотя работаем довольно-таки интенсивно Переходим к разведению Да, с отжиманиями мы разобрались Чем отличается отжимание от разведения Также работает грудная Отличается нагрузка на грудную Да Именно в разведениях-сведениях Мы больше растягиваем грудные Задача разведения сведений В большей степени почувствовать Именно фазу растяжения Тем самым мы удлиняем мышцу И позволяем включить в работу Большую площадь Этой самой мышцы Поехали! Есть теория, что растяжка Влияет на восстановление Растяжка влияет на восстановление Это истина Да не теория Истина, а не теория Работаем Раз Два Свели В фазе сокращения Если вы выпрямите локоточки То у вас лучше прожмутся Именно внутренние грудные мышцы Именно те мышцы, которых обычно всем не хватает Очень хорошо эти мышцы чувствуются Понятно, что сведение-разведение рук на петлях Не то упражнение, которым вы раскачаете себе грудь До невероятных размеров Да и в целом петли не тот инструмент При помощи которого можно накачаться Но вот улучшить свою форму в разы Или просто поддерживать себя в общем тонусе С этой функцией подвесные петли справляются Как нельзя лучше Я бы очень рекомендовал вам освоить этот инструмент Тем более в свете событий последних лет Когда не знаешь Будут через неделю залы работать Или опять закроют на неопределенный срок Лично меня они выручали очень сильно И цена вопроса здесь очень невысока Сделаем три таких подхода по 20 повторений И перейдем к следующему упражнению На трицепс Следующее упражнение Можно я предложу Дашу Мы сделаем сгибание на бицепс Сгибание с петлями И сделаем разгибание аналог французского жима на трицепс Собственно нам осталось доработать ручки и плечи Чем мы сейчас и займемся Взялись за петли И начинаем делать именно сгибания Поехали Раз Я когда делаю доработку на руки Я даже не считаю если честно количество повторений Я просто делаю 20-30 Иногда и больше повторений Именно до тех пор пока меня не прожжет мои мышцы Пока они не закислятся Пока из них не выйдет весь кислород И они не забьются молочной кислотой Я уже чувствую Я уже кайфую Дашка ты как? 20 Ох Хорошо И сразу сделаем трицепс Сразу не отдыхая Поехали Раз На Три Здесь также чем больше угол наклона Тем вам сложнее будет работать Я сразу взял неплохой угол наклона Потому что мои локтевые суставы Мои мышцы Они уже горячие Они уже готовы к работе И я уже сразу В полной мере Их включаю Я вам хочу сказать Что довольно таки не слабая нагрузка В честь и хвала Дарьи Что она выдерживает такой темп 20 Эхо хорошо Прям забились Да Дашка пойдем Попонтуемся Попонтуемся Дашка скромница Дашка на самом деле в жизни Очень скромная девушка Вот порой Хочется вывести ее на какие-нибудь Провокационные разговоры На какие-нибудь Наши мужские шуточки Она не реагирует Она такая молча Раз Это вернулась в сторону Все Меня это не касается Не про меня речь Да Далее Нам осталось сделать плечи Бахнем разводочку Работаем нон-стопом Отдыхать некогда Дел много Времени мало Нам еще сегодня А купаться мы не будем Дашка не взяла купальник А я забыл ей сказать Для меня по умолчанию Всегда я иду Когда я иду на набережную заниматься У меня всегда с собой Уже по умолчанию Лежат плавки Купальные шорты И всегда в машине Лежит пледик Чтобы поваляться На песочке Покайфовать Позагорать Я оказалась не столь Предусмотрительно Ну Ничего Лето еще не кончилось Я думаю мы еще Итак Ручки в стороны И работаем Разводочку Раз И Два Вот здесь Очень хорошо Чувствуется угол наклона Я бы вам не советовал Прям далеко проходить Потому что Плечи забиваются Очень быстро И даже если вам На первых повторениях Кажется что вам легко И Вы Под этими ощущениями Начинаете Прошагивать Вперед То у вас тут же Плечи буквально Встают колом Как у нас Синхронно получается Да Просто Дуэт по синхронному Фитнесу Надо новую дисциплину Олимпийскую ввести Синхронный фитнес И синхронное плавание Почему не может быть Синхронного фитнеса Ты как считаешь Да Мы с тобой Наверное Будем первые Чемпионы На планете По этому виду Все награды наши Все награды наши Итак Все подзабилось Друзья Мы С Дашкой Подзабились Подушатались Какое количество Калорий Мы потратили Я даже Считать не берусь Здесь еще Такая оказия Произошла После самого Первого Длинного круга Я обнаружил Что у меня На одной Из флешек Просто кончилось Место И камера Просто не снимала Пришлось одну флешку Форматнуть И снимать Целый круг Целый лишний круг Заново Да Причем у нас Уже второй раз Да И у нас Когда мы с Дашкой Снимали приготовление Огрошки Такая же тема Была тоже Просто фатально Не прятки Ну не суть Суть в том Что мы потратили Чуть больше калорий Чем рассчитывали А у нас потребление Калорий Относительно Расхода Калорий У каждого Своё Но я уже Чувствую Что я люто Проголодался Это как Это охота Охота кушать Друзья За всем Разрешите Нам откланяться Будьте здоровы Будьте Стройны Будьте С хорошим настроением Радуйтесь жизни Радуйтесь Любите друг друга Ну и Используйте Рейкс Детейшек Побольше На связи Заходим Под Видео Смотрим Ссылки На мой ВК На ВК Дашки Вот Если есть Желание С нами Связаться Пообщаться На тему Онлайн Тренировок На тему Онлайн Консультации Будем рады Обратной связи Ждем вас В ВК Ждем вас В комментариях Всем удачи Всем пока Пока